Всем привет дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать рецепт теста, с которым можно готовить все. Это могут быть и пирожки, и жареные, и печеные, и пончики с начинкой какой-нибудь соленой, и это могут быть и беляши, в общем и пицца с него прекрасная. Это тесто очень выгодное, потому что оно не черствеет длительное время, и пирожки остаются такими же мягкими и на второй, и даже на третий день. Поэтому, единственное, в чем здесь секрет, это абсолютно небольшое количество сметаны, которая у вас завалялась, допустим, в холодильнике. И не важно, сколько сметаны по факту у вас осталось. Нам понадобятся только весы. Весами мы отмериваем количество сметаны, выдавливаем все, что у вас есть. Если у вас есть 300 грамм сметаны, хорошо. Если у вас есть 100 грамм сметаны, замечательно. У меня здесь было 117 грамм сметаны. Остаток жидкости я добавляю до 300 грамм обычной теплой водой. К этой теплой воде, теперь мне нужно будет добавить сахар. Это для того, чтобы дрожжи лучше работали, и была им подпитка в виде углеводов. И теперь добавляю сюда дрожжи. Перемешала. Дрожжи я буду использовать вот такие вот прессованные. Я обычно всегда все пеку из прессованных дрожжей. Остатки мороженых. И здесь у меня часть дрожжей, это были замороженные дрожжи. Даже с ними прекрасно это тесто работает. Добавила сюда дрожжи. И теперь хорошенечко перемешала до однородности, для того, чтобы дрожжи у нас, собственно, растворились. Добавляю соль. И теперь добавляю сюда подсолнечное масло. В само тесто добавляю всего 3 столовые ложки подсолнечного масла. Оставшееся масло у нас пойдет на смазку рук, смазку стола, допустим. Мы не будем особо подпылять мукой стол, чтобы не забивать тесто. Мы будем смазывать его маслом. Отвешиваю сюда муку. Муки изначально в тесто добавляю 500 грамм. Остальные 50 грамм. Вы смотрите, понадобятся ли вам. Чем больше у вас сметаны в тесте, тем меньше вам нужно будет муки. Так как сметана менее жидкая, чем вода, собственно. Поэтому нужно меньше муки вам. У меня больше не понадобилось. Я больше вообще не добавляла муки. То есть у меня ушло только полкилограмма муки. И все. Дальше продолжаю замес на столе. Перемешала немножко ложкой, пока это перестало быть возможным делать. Начала дальше мешать руками. Замешиваем в течение где-то хотя бы 5 минут наше тесто. Оно получается вот таким вот эластичным, небольшим абсолютно клубочком. Маленький такой клубочек, колобочек. И теперь нужно, чтобы он подошел. Тесто перестало липнуть к рукам, при этом осталось довольно эластичным и мягким. Оно не должно быть плотным у вас. Ни в коем случае. Вот такое вот мягенькое. Теперь нам нужно отправить тесто подходить. Для собственного удобства и менее использования разной посуды, чтобы потом ее не мыть, буду использовать полиэтиленовый пакет. В него добавляю где-то до столовой ложки подсолнечного масла. И распределяю это подсолнечное масло по пакету. Теперь отправляю тесто в пакет. Обязательно выдавливаю с пакета лишний воздух, чтобы не надувался у нас особо пакет. И верх нам нужно чем-то защипнуть. Это может быть биндер, прищепка, скрепка, что-нибудь, чтобы наше тесто не убежало из этого пакета во все стороны. И кладу на какую-нибудь досочку или тарелочку в теплое место. Отправляю это тесто на час. И за час вот такого вот крохотного колобочка, полукилограммового, у нас получается огромная такая вот бадья теста. Тесто очень воздушное, вы это видите сейчас в пакете, оно очень прям воздушное, очень пористое. И, собственно, такие же у нас получатся и пирожочки. Если бы сейчас у меня не был закреплен вот этот вот конец пакета, мое тесто бы убегало. Теперь нужно тесто слегка-слегка обмять. Это просто для нового соединения дрожжей с питательными веществами. Я не буду даже доставать его с пакета, обминаю просто вот так вот чуть-чуть, прямо в пакете. Просто приминаю. И все, теперь можем начать, начинаем лепить наши пирожки. У меня это будут жареные пирожки с капустой. В этот раз взяла небольшой кусочек теста абсолютно, раскатываю в тонкий пласт. Буквально там 3-4 миллиметра толщиной. Выкладываю капусточку. Размер пласта зависит от размера желаемых вами пирожков. Стол и руки во время лепки немножечко изначально смазала растительным маслом. И потом я его не добавляю, если не прилипает тесто, зачем. Залепливаем вот такой вот как вареничек, прокатываем его. Чтобы швы нигде не рассоединяются, придавливаем. Делаем форму пирожка. Вот такой вот пирожочек получился. Таким образом лепим все пирожочки. У меня из этого количества получилось, по-моему, 16 или 18 пирожков. По-моему, 18 даже пирожков у меня получилось. Довольно таких крупных. Огромная кастрюля пирожков у меня вышла. Но все, конечно, зависит от размера. Пирожки жарятся в масле. Масло должно быть хотя бы на палец. То бишь где-то около сантиметра. И жарим с двоих сторон до золотистой корочки на среднем огне. Это невероятные вкусные получаются пирожочки. Сейчас я вам один разломаю, покажу, какой он внутри. Но, конечно, он еще теплый. Я его прижимаю. Не совсем актуальна данная информация. Не знаю, что особо видно. Но очень люди просят обязательно показать разлом. Вот такой вот в разломе получается пирожочек. Микропористый вот такой вот весь. Абсолютно не забитый. Вот такие вот маленькие порки по всему пирожку. Обязательно пробуйте. Это невероятно вкусно. Живите вкусно, живите здорово и не болейте. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.